МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире Евгений Фарапонов. Вы смотрите новости Курган-Руб. О самых важных событиях в городе и области расскажут наши корреспонденты. В событии выходных в столице Зауралье и Шадринске встретили эстафету Олимпийского огня. Курган Олимпийский. Жители города делятся эмоциями от грандиозного спортивного мероприятия. Повышение зарплаты педагогов, как выполняется указ президента, обсудили в правительстве региона. И вначале о печальном событии. 15 декабря на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, почетный гражданин Курганской области Вадим Федорович Горбенко. Долгие годы он возглавлял сборную Курганской области по греко-римской борьбе, через которую прошел не один десяток сильнейших спортсменов. Его лучший ученик Александр Менщиков, благодаря опыту и мудрости наставника, долгое время был лидером национальной сборной. Почетный гражданин Курганской области Вадим Горбенко последние годы руководил областной специализированной детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва номер 2. Накануне Вадим Федорович стал первым курганским факелоносцем. Именно он принял факел Олимпийского огня и пронес его первые 200 метров по зауральской земле. Прощание состоится в среду, 18 декабря, с 11 до 13.00 в универсальном игровом зале спорткомплекса «Молодежный». 15 декабря в Варгашинском районе на трассе Байкал в глобовом столкновении сошлись грузовик «Скания» с полуприцепом и ВАЗ-2112. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Курганской области, женщина-водитель 12-й сделала крутой маневр и пошла на обгон впереди идущего автомобиля. На встречной полосе ликовушка на скорости влетела в грузовик «Скания». Водитель ВАЗа, ее 9-летний сын и 7-летняя дочь скончались на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. Ровно в 15.00, 15 декабря, в 69-й день эстафеты 22-х Олимпийских игр, огонь прибыл на Курганскую землю. Лампада, зажженная в Греции, была торжественно встречена за уральцами на центральном вокзале города. Всем курганцам и гостям города представилась уникальная возможность воочию увидеть Олимпийский факел. Вот-вот с минуты на минуту на платформу номер один Курганского железнодорожного вокзала прибудет поезд с заветным факелом Олимпийского огня. Его встречают не только многочисленные представители СМИ, но и жители Кургана. Поезд с Олимпийским огнем прибыл точно по расписанию. Его встречали глава города Павел Кожевников и заместитель начальника железной дороги Сергей Дамасканов. Вместе с хранителями Олимпийского огня они проследовали на площади имени Слосмана. Гей был дан старт в Курганской эстафете Олимпийского огня. Каждый Курганец может в той очереди убедиться, что мы вместе, что мы одна команда, что мы одна страна. Первым факелоносцем стал Вадим Горбенко, директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер два. Заслуженный тренер пронес факел до автобусного вокзала и там передал эстафету железнодорожнику Кайрату Мурзахметову, который отправился далее по улице Зорги в сторону стадиона «Локомотив». Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. На стадион «Локомотив» пришел не просто Олимпийский огонь. Вся семейная династия известных зауральских спортсменов выстроилась в дружную цепочку. В эстафете Олимпийского огня приняла участие спортивная династия Васильевых. Первым по старшинству огонь получил Александр Семенович, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, призер первенств СССР и РСФСР. Он с факелом и на коньках уверенно совершил круг по стадиону «Локомотив». Я хорошо проехал. Я сейчас еще выступаю в соревнованиях среди ветеранов на коньках. Очень хорошо даже. Впервые в Москве в России, не знаю, когда еще раз получится. Это здорово, конечно. Приняла эстафету его супруга Лилия Викторовна, мастер спорта СССР по конькобежному спорту и заслуженный тренер России, ныне судья соревнований. Со стадиона она направилась по улице Пушкина. Я всю свою спортивную жизнь шла к этому моменту, но не удалось мне, чтобы мои воспитанники выступили. Зато я прекрасно чувствую себя на этом празднике. Продолжил путь Олимпийского огня сын спортсменов Александр Васильев, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму в Хаганской области. Он и сам мастер спорта СССР по конькобежному спорту, а также входил в основной состав советской сборной. После пройденного этапа семья Васильевых сказала, что это было одним из самых ярких моментов за всю спортивную карьеру и пожелала удачи и побед нашим олимпийцам. Василий Малухин, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационный агентство КУГАНРУ. Одна из самых мощных групп поддержки оказалась у директора предприятия «Велес» Дмитрия Ильтикова. Поболеть за него пришли коллеги со своими семьями, друзья и близкие. Сфотографироваться с президентом федерации бокса региона пожелали около 200 человек. Участком, где бежал Дмитрий Ильтиков, стал отрезок улицы Красина. Номером слотов и килоносца оказалось число 45, как и номер региона Курганской области. Дмитрий Ильтиков увидел в этом хороший знак. Гордость есть. И начало такое было немножечко волнительное. Там потихонечку побежал. Но так я был готов еще и дальше. Можно было бы так километров пять даже пробежать. Мне выдали 045. Это тот номер, который ассоциируется непосредственно с нашей Курганской области. Значит, будет удача. Удача будет точно. Жители и гости Кургана встретили Олимпийский огонь и на Троицкой площади. В 16.25 по местному времени к областной филармонии его доставил заведующий художественной постановочной части Курганского государственного театра драмы Сергей Чуев. Вернув огонь в лампаду, его занесли внутрь здания. Во время выступления Зауральского симфонического оркестра, посвященного 200-летию великого итальянского композитора Джузеппе Верди, лампа с огнем побывала в концертном зале Курганской областной филармонии. 20 минут хранители огня с заветной лампадой находились в храме искусства. На главной сцене областного центра огонь встретил начальник управления социальной политики правительства Курганской области Дмитрий Пожеленков. Мы все с нетерпением следили с вами за эстафетой, когда она шла по весим и городам нашей необъятной Родины. И вот, наконец, настал тот час, когда эта частица Олимпийского огня здесь у нас. Пожелаем нашим олимпийцам успехов, удачи и, конечно, победы. Это будет наша Олимпиада. На крыльце филармонии Олимпийский огонь был торжественно передан новому факелоносцу Юрию Югову, чемпиону России, двухкратному рекордсмену России, бронзовому призеру чемпионата мира и серебряному призеру Кубка мира по парашютному спорту. За высокие спортивные достижения Юрий Николаевич награжден двумя медалями. За воинскую доблесть первой и второй степени. Является обладателем рекорда Гиннесса по купольной парашютной акробатике. Это большой спортивный праздник, это честь для меня и для всего за Уралия. Я считаю, что мы достойны, наша земля достойна провести вообще Олимпийские игры в Сочи. И мы будем добиваться больших побед и большого количества золотых медалей. Спортсмен также отметил, что свою эстафету Олимпийского огня он посвящает своим внукам. Далее огонь проследовал по улице Куйбышева к главному спортивному объекту Кургана, спорткомплексу молодежному. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру. Праздничное настроение охватило весь город. Курганцы, встретив Олимпийский огонь и таким образом став частью мировой истории, не могли не поделиться своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Отличное настроение, Олимпиада, весело, праздничный настроение. Вообще-то в моей жизни первый раз. Может быть это один-единственный раз, когда именно в России проходит Олимпийский огонь. Ну и в Кургане, естественно, проносит его. Какие чувства восполняет? Чувства просто переполняют. Даже не знаю, что еще вам сказать. Просто настолько эмоции очень сильные, что в голове вообще ничего не укладывается. Приобщиться к частичке Олимпийского дня, к этому движению, прикоснуться немножко хотя бы, поучаствовать в этом. Посмотреть, как весь город, как Курган встречает Олимпийский огонь. Мы хотим, чтобы это запомнилось, раз ведь это не на нашей стране, не часто бывает такое, чтобы это запомнилось навсегда. Наш папа факелоносец. Нас очень это все переполняет. Наверное, мы больше волнуемся, чем он там уже. Он говорит, что уже переволновался, а мы все еще в волнении. Все очень хорошо, да. Кажется, как будто в историю попали. Событие для нашего города грандиозное. Это Олимпийский огонь. Я думаю, что это для нашего города событие века, просто даже тысячелетия. Потому что я не думаю, что это будет еще когда-то в ближайшее время. Это ощущение незабываемое. Я думаю, я буду этим долгими впечатлениями жить. Такое событие, оно проходит раз в несколько лет. И для Кургана это такое великое событие тоже. Просто хотят дни о выпуске. Это первое такое огромное событие. Да, и мы решили поучаствовать в этом. Для нас чуть поучаствовать в таком масштабном мероприятии. Потому что обычно какие-то мелкие. Стать частичкой Олимпиады. Да, и мы рады. Ура! Россия! Ура! На улице Карла Маркса ждал своей очереди пронести по улицам Кургана факел Олимпийского огня один из самых титулованных спортсменов за Уралья, паралимпиец Михаил Сиднин. Его заслуги в плавании можно перечислять бесконечно. Михаил Александрович, заслуженный мастер спорта России, вице-чемпион мира и Европы, 42-кратный чемпион России. Михаил Сиднин, член паралимпийской сборной команды России, а также участник летних Олимпийских игр в Пекине. По его словам, невозможно передать свои ощущения после того, как в твоих руках оказался Олимпийский огонь. Эмоции переполняют. Это гордость, радость. Просто нереальный всплеск энергии. Это невозможно написать, надо только почувствовать. Но я очень счастлив, что принял участие. И это здорово. Среди финальных факелоносцев эстафеты оказался и губернатор Курганской области. Олег Богомолов не только активный приверженец здорового образа жизни, но и сам не упускает случаев участвовать в различных соревнованиях. Главу региона можно увидеть каждый год на лыжне России. Также он увлекается хоккеем, футболом, играет в теннис и шахматы. В 17.59 на улице Красина Олег Богомолов принял олимпийский факел от хоккеиста Дениса Леонова. Перед стартом губернатор пообщался с журналистами. Я, честно, волнуюсь. Зарядки дома в воскресенье хватает на кухне, по хозяйству. Как раз все и зарядился, размялся перед сегодняшней эстафетой. А чувства волнительные, конечно, впервые в жизни. Держу олимпийский факел. Впервые в жизни на Курганской земле, за всю историю земли Курганской. Олимпийский огонь у нас. Мы впервые его видим. И, наверное, мы счастливые люди, что нам удалось увидеть олимпийский огонь. Этот символ. Символ добра, любви, мира. Пробежав с факелом до областного культурно-выставочного центра, Олег Богомолов передал олимпийский огонь курганской десятикласснице Алине Бондаревой. Через несколько минут на центральной площади Кургана начался финальный праздник с фейерверком и зажжением городской чаши олимпийского огня. Вечером курганский этап эстафеты олимпийского огня подошел к финишу. На главной площади города засияла чаша огня. Ее зажгли чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Менщиков и губернатор Курганской области Олег Богомолов. Сегодня особенный день, радостный и торжественный. Курган впервые в своей истории встретил эстафету олимпийского огня, сказал обращаясь к землякам Олег Богомолов. Позвольте мне от имени правительства Курганской области и от себя лично горячее и сердечно поздравить вас с этим замечательным праздником, с приходом олимпийского огня и зажжением олимпийской части у нас в областном центре Завралья, в городе Кургане. Все собравшиеся на площади люди не побоялись холода и пришли увидеть финальный этап эстафеты олимпийского огня. Около пяти тысяч курганцев с нетерпением и восторгом встретили последнего факелоносца. Участника 17-х Олимпийских игр в Сиднее, заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Менщикова. По его словам, олимпийский огонь в руках – это непередаваемое чувство гордости за нашу страну и, конечно же, город Курган. Мне доверили такую честь завершать олимпийскую эстафету и зажигать городской факел. Поэтому я не могу сказать, что я все-таки участник олимпийских игр, как спортсмен участвовал в олимпийских играх, как тренер участвовал в олимпийских играх в двух – это в Пекине и в Лондоне. Поэтому я с этим постоянно соприкасаюсь, и мне было приятно, что я понес этот факел. Глава региона Олег Богомолов поблагодарил жителей Кургана за теплый прием и поддержку. За то, что на всем протяжении маршрута они своими эмоциями поддерживали факелоносцев. Тем, кто живет сейчас, повезло, потому что мы на самом деле впервые в истории увидели олимпийский огонь на Курганской земле. Кому еще повезет, мне сложно сейчас предугадать, и произойдет это еще когда-нибудь или нет. Мы просто счастливчики, что нам это довелось увидеть, что такой праздник раз, наверное, бывает в жизни. И он состоялся вот для всех тех, кто сегодня присутствует здесь на Центральной площади. Курган.ру К другим темам. Как выполняется указ президента о повышении зарплаты педагогическим работникам Курганской области, обсудили на заседании регионального правительства. Майские указы Владимира Путина о повышении зарплаты учителям в 2013 году продолжают выполняться. По плану, к концу года средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ должна быть не меньше среднеэкономического показателя региона. За Урали это 19,5 тысяч рублей. Как отчитался глава Варгашинского района Валерий Яковлев, по всем образовательным, культурным и спортивным учреждениям зарплата выросла до указанной суммы. На сегодняшний день дошкольное образование средняя зарплата 17,700, оплата 17,512 на 90% выполнена. Планируем, что к концу года в декабре будет 100%. Образовательные учреждения на сегодняшний день средняя зарплата планируется 25, 19,858, то есть 100%, даже 101,7% на сегодняшний день к плановым показателям. В Притобольном районе средняя зарплата в дошкольном образовании несколько ниже областного уровня. На это есть объективная причина. На ремонте находится самый крупный детский сад в селе Глядянское. Мы его будем планировать запускать только после Нового года, а они раз на ремонте получают где-то треть зарплаты. Остальное у нас сделано как положено. В Щучанском пока наблюдается чуть более 98% выполнения плана за счет невысокой наполняемости классов. К началу Нового года организационные вопросы пообещали решить. В целом задержек по выплате заработной платы в Заурале не будет. Особое внимание на заседании уделили качеству образования. Хотела бы обратиться к муниципальным образованиям, главам районов, чтобы мы широко все-таки проводили информационную разъяснительную работу педагогическим работникам. То есть большая доля бюджета Курганской области уходит на повышение заработной платы и, конечно же, отдача от педагогических работников тоже должна быть соответствующая. Повышение уровня зарплаты – не единственная мера привлечения кадров в образовательную среду. В частности, молодым специалистам выплачиваются подъемные пособия. Кроме того, начинающим педагогам с маленькими детьми предоставляются путевки в детские сады. Также предусмотрено безвозмездное субсидирование на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Оксана Савакова, Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру». Жительница Кургана Евгения Романовна Липина отметила сотый день рождения. Юбилей бабушка отпраздновала в семейном кругу и рассказала, что так долго прожить и помогла вера в собственные силы в тяжелые военные годы и, конечно же, любовь. С именинницей пообщался Михаил Белокрылов. Поздравить долгожительницу приехали представители Курганского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Евгении Романовне вручили открытку с личным поздравлением президента страны Владимира Путина, а также теплый плед. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Проявили стойкость и мужество. Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, ее побед и достижений. После того, как юбилярши зачитали поздравления главы государства, Евгения Романовна растрогалась и стала показывать свои фотографии. На них все этапы ее долгой трудовой жизни. С 14 лет Евгения Романовна работала на лесоповале, доила коров и сажала маленькие елочки в Куртомышском лесхозе. Мама моя прожила тяжелую длинную жизнь, от зари до зари проработалась до 55 лет. Работа была тяжелая, человек безграмотный, так что все досталось ей, все эти основные тяжелые работы. Сейчас Евгения Романовна живет с дочерью и зятем. Она пережила своих двоих детей и мужа, которого горячо любила всю жизнь. У юбилярши 5 внуков, 7 правнуков и 3 праправнука. Почти все они живут в Кургане. Ну я на свете, много я прошла своей жизнью, трудной, трудной. И работой, и заботой, и с детьми. И война туда, как самого забрали в войну. Я с ними мучилась, ведь надо воспитывать голода. Голода были вот какие. Коллектив редакции Курган.ру желает Евгении Романовне здоровья, долгих лет жизни и любви родственников и близких. Михаил Белокрылов, Евгений Ремеев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру. Лидер зауральских единороссов Сергей Лисовский поговорил с однопартийцами о таланте. На партийной конференции он призывал их к краткости. Кроме этого обсудили и новые веяния. Подробности в сюжете. Зауральские единороссы на областной конференции обсудили послание президента федеральному собранию и, соответственно, им скорректировали свои действия на ближайшее время. Наша повестка решения тех задач, которые ставит президент страны, основатель нашей партии Владимир Владимирович Путин. Те вопросы, которые звучали у нас на многих партийных встречах, и мы разлучивали в наших партийных собраниях, они нашли отлиг и в обращении президента. Кроме рабочих вопросов, на конференции был и торжественный момент. Многие получили награды, но особо отметили главу Макушинского района Василия Шишкоедова. Благодарственное письмо за подписью Валентина Матвиенко за 25 лет добросовестной работы ему вручил сенатор Олег Пантелеев. Стараемся работать и находить какие-то точки перспективы. Я уверен, что будем занимать те же посевные площади, которые занимали в предыдущем году, поэтому без этого нельзя. Нам надо иметь товарную продукцию. То, что касается бюджета района, по бюджету мы идем нормально, с плюсом. Будущие усилия единороссы решили сконцентрировать на работе в сельских регионах. Юрий Пестерев, Василий Малухин, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Отмена мобильного рабства. 1 декабря вступил в силу закон, позволяющий абоненту сохранять телефонный номер при смене оператора. Средства массовой информации сразу запестрили материалами, что компании, не согласные с таким требованием, намеренно не отпускают своих клиентов. На встрече в информационном агентстве «Федерал Пресс» курганские представители сотовых операторов заявили, что на данный момент все технически готовы предоставить зауральцам услугу переноса мобильного номера в полном объеме. Сложности, которые возникают сейчас, связаны с работой над автоматизацией процесса и налаживанием связей между компаниями. Другой вопрос в том, что переход от одного оператора к другому с сохранением номера совершенно не пользуется спросом у курганцев. Ажиотара действительно нет никакого. На сегодняшний день у нас буквально единицы обращений от наших абонентов, которые обрабатываются, соответственно, и эти условия перехода будут выполнены. Украшения из проволоки и платья из пакетов. Курганские подростки выступили в защиту окружающей среды на экофестивале «Я люблю свою планету». Фестиваль проходил на базе детского дома творчества «Радуга». Ребята выступали с танцевальными номерами и театральными сценками, тем самым эгитировав зрителей беречь природу родного края. Маленькие дамы из детского дома творчества в ходе дефиле продемонстрировали всем наряды из мусорных пакетов, которые сшили самостоятельно. Координатор движения «Мусора больше нет» Святослав Бельцов – гость фестиваля. Четыре года назад он решил, нужно самому делать чистым город, в котором ты живешь. Сейчас в команде 10 активистов. Кроме того, в акциях принимают участие волонтеры разных возрастов. Святослав проводит семинары, на которых рассказывает, как сохранить чистоту. На самом деле, признается координатор группы, их команда объясняет достаточно простые правила. Например, на акции «Сожми меня» активисты объясняли, как правильно сжимать мусор для экономии места в урнах. То есть так анализировать, то в сфере защиты и охраны окружающей среды у нас есть улучшение. С каждым годом, как бы все равно, вот есть какие-то те капли дел, которые мы делаем, они приносят свои плоды. Необычный номер ребят «Танец с бутылками» Святослав решил взять себе на заметку и использовать этот прием для того, чтобы в развлекательной и яркой форме обучить горожан культуре общественного поведения. Елена Валиева, Никита Мухин, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Продолжается подписка на газету «Курганы-курганцы» на 2014 год. 5-6 декабря – день подписчиков редакции газеты. Подписка на газеты по льготным ценам. Годовая подписка «Курганы-курганцы» – 480 рублей. Улица Гоголя, 23. Телефон для справок – 550-1-68. Ищите отличную столовую в «Кургане»? Новая столовая в районе пригородного вокзала. Прекрасная кухня и привлекательные цены. Вкусная еда теперь рядом с вами. С 30 ноября по 19 января в художественном музее работает выставка народного художника России Сергея Андреяки, известного московского мастера акварелии. Дорогие курганцы, салон «Мебельный мир» поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам гармонии в вашем доме и комфорта. Новый год – это всегда обновление и ожидание новых радостей и счастья. Приглашаем посетить наш салон и выбрать новогодний подарок для себя и вашего дома. Супер-предложение от iMoneyBank. Бесплатный выпуск и обслуживание золотой карты MasterCard. Копи и получай выгоду 10,5 годовых по вкладу до востребования. Ждем вас в офисе в «Кургане». Улица Красина, дом 66. Время успеха! Голосуй на сайте kurgan.ru за участников номинации «Надежда». Время успеха! Пусть победит достойный! Внимание! Срочная информация! Как нам стало известно, зауральский курьер захватил весь город. Теперь экземпляр газеты есть в каждом доме. Мы следим за развитием событий. Воровство пресечено. Плохая дисциплина устранена. Няня под наблюдением. Имущество под контролем. Соседи не беспокоят. Курьер Сателлайт. Системы видеонаблюдения. Много задач – одно решение. Специалисты медицинского центра здоровья приглашают курганцев и жителей области по адресу 1 мая 21 дробь 1. И предлагают пройти диагностику и лечение по 35 медицинским направлениям. Звоните 48-58-00. Я люблю и минус 20, и минус 50. Градусов! Процентов! В технотеке стиральная машина Индезит с отжимом в 1000 оборотов. Всего за 8490 рублей. И получит скидку до 50%. Подробности на Омской 163. Магазин «Стройтерминал» объявляет о снижении цен на гипсокартон и сухие смеси торговой марки «Гифос». При покупке пяти мешков строительной смеси «Гифос» грунтовка в подарок. Магазин «Стройтерминал». Улица Коля Микотина, 124. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Мария Скокова. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр здоровья. Предлагает пройти диагностику и лечение по 35 медицинским направлениям. И приглашает по адресу 1 мая 21 дробь 1. Звоните по телефону 48-58-00. Спонсор прогноза погоды – интернет-магазин бытовой техники «Технотека онлайн». ТТ-дефисонлайн.ру спасет от переплат. Магазин «Стройтерминал» – территория низких цен на товары для стройки и ремонта. Здесь вы можете приобрести гипсовую штукатурку «Гифос». «Гифос» – все будет ровно. Магазин «Стройтерминал» – улица Коля Микотина, 124. А теперь о прогнозе синоптиков. Предстоящий вторник синоптическая ситуация на Урале обусоется холодным североатлантическим циклоном, наполненным полями облачности и снегопадов. В Тьмине, Екатеринбурге и Челябинске от минус 16 до минус 19 снег. В Кургане ночью облачно, временами снег. Ветер юго-западный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 18-20. Днем в Кургане облачно, временами снег. Ветер юго-западный – западный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 15-17. Атмосферное давление будет расти. 16 декабря солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Время успеха! Главная премия года. До 18 декабря голосуй на сайте kurgan.ru Время успеха! Пусть победит достойный! Зауральский курьер! Свежая газета! Только в этом номере! Тема номера. Новогодние праздники. Время подумать о сохранности жилья. Читайте в газете «Зауральский курьер» с 18 декабря. Уважаемые жители города! Подавайте свои объявления на точках приема рекламы. В любом удобном для вас месте. Новые точки. Новые возможности. Новые точки. 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 Нов Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok